Продолжение следует... Дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение ближайших 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Систему паутина от ГИБДД запустят по всей России. Что ждет водителей? Правила тонировки автомобиля. Что можно делать, а что нельзя? В Якутии водителей без прав выявляют при помощи автоурагана. Профилактика нарушений правил дорожного движения пешеходами. Статистика, последствия, ответственность. Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит артист эстрады Юрислав Гольдров. А в начале нашего выпуска мы предлагаем обзор автопроисшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 27 марта по 2 апреля зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, где травмированы 18 человек, в том числе пострадало 7 несовершеннолетних. 27 марта на автодороге Амга водитель, управляя автомобилем Toyota Highs Regius, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной Урал. В результате ДТП два человека с множественными травмами госпитализированы в Амгинскую больницу. Пассажирка Highs в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности, а второй пострадавший, мальчик с 6 лет, был пристегнут в автокресле. 30 марта водитель, управляя автомашиной марки Toyota Vitz, совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика 8 лет, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на перекрестке улицы Хабарова и Богатырева. В результате ДТП прибывшая бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу с различными травмами. Согласно акта проведенного освидетельствования, состояние опьянения не установлено. 1 апреля в дежурную группу госавтоинспекции поступило сообщение о том, что на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова Петра Алексеева 26-летний водитель, управляя автобусом марки PAS, совершил наезд на пешехода несовершеннолетнего мальчика 16 лет, переходившего проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в больницу. В тот же день 66-летний водитель, управляя трактором без государственных регистрационных знаков, следуя по улице 50 лет Советской Армии со стороны местности Даркеллах в сторону города, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной марки Hyundai Creta. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка легкового автомобиля. 68-летнюю женщину доставили в больницу с различными травмами. Уважаемые телезрители, напоминаем, что согласно пункту 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации водитель должен ввести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Также не стоит забывать об эффективности ремней безопасности. Согласно исследованиям, использование ремней безопасности сокращает вероятность серьезных травм и смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий на 40-60%. А мы продолжаем. Внедрению современных технологий для профилактики дорожно-транспортных происшествий нашей республики уделяется большое внимание. Комплексы «Автоураган МС» – это очередной шаг в достижении ключевого показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в республику поступило пять комплексов. «Автоураган МС» – это российская разработка для патрульных автомобилей ГИБДД. Более подробно мы расскажем об этом в нашем сюжете. Этот тип камер можно не искать на фонарных или светофорных столбах. «Автоураган» устанавливается на спецтранспорт. Устройство представляет собой камеру-балку из двух полусфер. Посередине располагается радар. Он сканирует окружение в радиусе 360 градусов. На текущий момент, получается, данный комплекс уже работает не только на территории города, а также ребята выезжают у нас за город на федеральные трассы и также в командировки в различные районы нашей республики. Что фиксирует «Автоураган»? В первую очередь – нарушение правил дорожного движения. К примеру, заезд на стоп-линию, проезд по выделенной полосе, неправильный разворот, перестроение и стоянки под запрещающими знаками, также неоплаченную парковку. А одна из камер может фиксировать неправильную парковку и соблюдение знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». А также данный автокомплекс может фиксировать правонарушения именно водителей, опять же, собственников транспортных средств, которые уже лишены водительского удостоверения. И на данный момент у нас на территории города, в принципе, в течение дня выявляется по два, по три водителя, которые управляют транспортным средством, то есть собственники данного транспортного средства, которые уже лишены водительского удостоверения. Также камера может вычислять автомобили, которые находятся в розыске или в угоне. А если злоумышленник сменил номера, камера все равно зафиксирует, что автомобиль конкретной марки, модели и цвета проезжал на определенном участке дороги в определенное время. Превышение скорости тоже не пропадет из вида. В этом ему помогает GPS-приемник. Погрешность измерения скорости двигающихся автомобилей плюс-минус 1 км в час. Еще одна потенциальная функция – это быстрая проверка статуса полиса ОСАГО. Если спецтранспорт с автоурагана будет находиться в зоне действия сети, камера определит, действует ли полис ОСАГО у конкретного автомобиля или нет. Чуть более года назад МВД запустило официально в работу Федеральную систему безопасности и контроля за автотранспортом, которая называется «Паутина». Эту технологию полицейские обкатывают уже несколько лет, постепенно расширяя ее зону действия. Она использует те же дорожные видеокомплексы, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Но что это за система и как она работает и почему ее называют нейросетью? Об этом нам расскажет Тимофей Шеломов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных нарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия, майор полиции. Тимофей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как работает «Паутина» и что она фиксирует? Начну с того, что специальное программное обеспечение «Паутина» у нас введено в августе 2022 года. С этого момента все существующие, имеющие на территории Республики камеры, фотофиксации административных правонарушений мы завели в данное программное обеспечение. Функции данного программного обеспечения – это, конечно, выявление и фиксация административных правонарушений в области дорожного движения, а также контроль прохождения транспортных средств. Скажите, какие камеры используются для работы этой системы? Все современные камеры, они все адаптированы под эту систему, поэтому у нас все 100% камеры, они все заведены. Их количество составляет 154 на территории Республики, на территории города – 59. В текущем году, в 2023, мы еще планируем установить и завести туда 26 комплексов фиксации административных правонарушений. А насколько защищена эта система и вообще можно ли получить доступ в «Паутина»? Эта система, во-первых, она разработана для пользования только сотрудниками органов внутренних дел. Для получения доступа необходимо именно службы, оперативные службы МВД, также госавтоинспекции подают заявки. В свою очередь, центр автоматизированной фиксации предоставляет доступ. Данная программа полностью сохраняет сведения о персональных данных. Ну, самое очевидное использование «Паутины» – это борьба с кражами автомобилей. Расскажите, как система может помочь в этом правонарушении? Значит, данная система, программное обеспечение, она полностью анализирует прохождение транспортных средств, выявляет транспортные средства, находящиеся в розыске. При этом оперативным дежурным сразу поступает информация, где и в каком месте транспортное средство, представляющее оперативный интерес, проехало на том или другом участке улицы или дороги. Вот, например, распространены, ну, возможно, не у нас в городе, вообще в целом, например, такое правонарушение, как поддельные номера, так называемые номера из будущего. В этом вопросе «Паутина» сможет ли определить такие номера и каким образом? Да, конечно, к сожалению, у нас имеются такие факты, и не только у нас, а по всей России, где владельцы транспортных средств используют поддельные либо чужие госномера, дабы уйти от ответственности, либо стать незамеченным на улицах. То есть в данном случае, конечно, все эти, так сказать, правонарушители, они все устанавливаются, где бы они не осуществляли свои движения, будь то в другом регионе или в городе Якутске, конечно, службами ДПС данные водители все устанавливаются и применяются меры административного воздействия в соответствии с допущенными нарушениями. А что по поводу, например, автомобилей-двойники, и, например, если есть автомобиль-двойник в другом регионе, то есть не в Якутии, даже в любом другом регионе России, сможет ли эта система как-то помочь выявить? Конечно, программное обеспечение полностью интегрировано и работает по всей России. То есть с коллегами из других регионов мы тесно взаимодействуем, дабы устанавливать таких недобросовестных водителей. А может ли система Паутина, например, помочь и в других преступлениях, которые не связаны с автомобилями, например, кража, и каким образом это происходит? Ну, значит, СПО Паутина, она прежде всего помогает службам именно раскрыть преступления, либо правонарушения, связанные именно с использованием транспортных средств. К сожалению, по физическим лицам и так далее Паутина, к сожалению, не работает. Тимофей, ну, я думаю, одной из самых ярких новостей прошедшего времени было то, что стали работать камеры, которые фиксируют, пристегнут ли водитель, его пассажир в автомобиле. То есть правильно ли я понимаю, что эта система Паутина может определять данное правонарушение? Да, конечно. В 2022 году мы установили три таких комплекса, которые фиксируют правила применения ремней безопасности. В текущем году до мая 2023 года мы запустим еще 12 комплексов фото-видеофиксации именно по нарушению пункта 2.1.2 правил дорожного движения. Спасибо большое, Тимофей. Ну, я думаю, что эти новости, да, позволят нашим горожанам, автомобилистам, да, еще больше, еще лучше соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте пристегиваться, соблюдайте ПДД. Ну, а я напомню, что у нас в студии был Тимофей Шеломов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных нарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по республике Саха-Якутия, майор полиции. И говорили мы о системе Паутина. Тимофей, большое спасибо. Затемняющая пленка на стеклах автомобиля защищает не только салон автомобиля от яркого солнца, но а также скрывает его от любопытных глаз прохожих. За это она любима многими автомобилистами. Но закон не разрешает с ее помощью оградиться от всего мира целиком. Наш корреспондент пояснит, как и какие стекла можно тонировать в автомобиле, какие пленки для этого использовать и что будет за тонировку не по правилам. Оклейка стекол не запрещена законом, в отличие от фар. Только выбирать пленку нужно, учитывая два ограничения. Во-первых, запрещено использовать зеркальную тонировку. Такое покрытие целиком возвращает свет фар и может оскрепить водителей в темное время суток. И во-вторых, покрытие лобового стекла не должно искажать восприятие белого, голубого, красного, желтого и зеленого цветов. В данное время в законодательстве у нас, согласно технического регламента, светопропускаемость передних боковых стекол и также лобового стекла допускается до 70%. То есть, если ниже, это уже является административным правонарушением. Проверять светопропускание стекол вправе сотрудники ГИБДД или технической инспекции. Но это можно делать только специальными приборами, дауметрами, а не на глазок. И если по итогам проверки светопропускание ваших стекол не соответствует нормам, вам выпишут штраф. Размер штрафа 500 рублей. Ну и также, когда инспектора составляют данный административный материал на водителя, которого остановили, у которого тонировка на передних боковых, либо на лобовом стекле, то выписываются требования, которые водитель должен устранить в течение определенного времени, то есть 10 суток, да, у нас. Если водитель данное требование не выполняет, да, то на него может, опять же, наложиться дополнительный административный штраф, то есть за невыполнение требований сотрудника полиции, да, это согласно статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, может наложиться административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Нередко водители устанавливают так называемую съемную тонировку. Всевозможные шторки и сетки на каркасах быстро снимаются, и поэтому считается, что так можно избежать штрафа за излишне темное стекло. Но их использование также незаконно. Пожалуй, каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда неожиданно из слепой зоны на дорогу выскакивал пешеход или, например, выезжал велосипедист на пешеходный переход с неожиданной скоростью. С такой ситуацией водителям удается справиться только лишь имея хорошую реакцию. Но ведь многие пешеходы даже не догадываются, что российское законодательство предусматривает штрафы за нарушение правил дорожного движения пешеходами. По статистике, с начала этого года на сегодняшний день на территории республики произошло 43 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибло 2 человека и более 40 получили различные травмы, в том числе 16 несовершеннолетних. Ребенку с детства надо объяснять два простых правила. Первое. Переходить дорогу необходимо только по пешеходному переходу, только на зеленый сигнал сертофора и только когда автомобили уже остановились и пропускают тебя. Второе правило. Если возникла необходимость перейти дорогу в месте остановки вашего автобуса, то нужно дождаться, когда транспорт покинет остановку и откроет вам и водителям обзор. Пешеходам в темное время суток при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы. К сожалению, первые порой перенебрегают правилами и, экономя время, рискуя жизнью и подавая дурной пример для подражания самым маленьким участникам дорожного движения, переходят проезжую часть в неположенных местах. У таких людей ошибочное мнение, что сотрудники госавтоинспекции не могут привлечь их за нарушение ПДД и, чувствуя свою безнаказанность, ведут себя на дороге вольгодно. Напоминаем, что согласно по части 1 статьи 12.29 административного кодекса нарушения пешехода, такие как, например, переход проезжей части в неположенном месте, влечет в наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. А по части 1 статьи 12.30 административного кодекса в случае, если создание помехи для движения транспортного средства, штраф для пешехода уже составляет 1000 рублей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем соблюдать правила дорожного движения, а всем водителям проявлять особое внимание, особенно там, где следует выбирать безопасный скоростной режим при приближении к пешеходным переходам, остановкам и во дворах. С удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрики, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. И по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. И сегодня ответит на них Юрислав Гольдеров, артист эстрады. Юрислав, приветствую. Здравствуйте. Юрислав, ну традиционный вопрос всем нашим гостям. Какой у вас водительский стаж? Ну, у меня водительский стаж где-то уже около 8 лет. Нет, ну это легально, да? Легально, то есть права получил, это 8 лет назад. А вот как мы дети из 90-х, да, из маленьких населенных пунктов, уже старше с детства, как начали уже притягиваться техники, то есть начиная с мотоцикла до трактора, начали уже обучаться. Получается, практика была раньше, чем теория. Да, тем теория. Ну, в принципе, в небольших населенных пунктах, в полях это можно делать. Это можно делать. Но не в черте города. Да, ну что, давайте начнем. Первый вопрос у нас уже на экране. Итак, выезд из двора или с другой прилегающей территории. Варианты ответов. Считается перекрестком равнозначных дорог. Второе. Считается перекрестком неравнозначных дорог. И третье. Не считается перекрестком. Не считается перекрестком. Потому что перекрестком не считается, если выезд с жилых помещений, там массивов, АЗС, а тут не считается перекрестком. Третий вариант. Третий вариант. Принято. Второй вопрос. Какие из указанных знаков требуют обязательной остановки? Варианты ответов. Только А, только Б, Б и В. Все знаки. Ну, тут только Б. Второй вариант. Только Б. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. В зоне действия этого знака разрешается использовать звуковой сигнал. Варианты ответов только для предупреждения об обгоне, только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. И третий вариант. В обоих перечисленных случаях. Да, в таком зоне действия тут только для предотвращения ДТП. То есть мой сигнал. То есть вариант номер 2. Да, вариант номер 2. Вариант номер 2. Хорошо. Следующий вопрос. Такой вертикальной разметкой обозначают боковые поверхности ограждений. Варианты ответов только на опасных участках дорог. Только на участках дорог, не относящихся к опасным. И третий вариант. На всех участках дорог. Вариант номер 2. Только на участках дорог, не относящихся к опасным. Вариант номер 2. То есть если обочина есть. Какие световые сигналы вы обязаны подать в данной ситуации? Варианты ответов. Включить световые указатели поворота налево. Второй вариант. Осуществить кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет. И третье. Подать перечисленные световые сигналы одновременно. Ну тут и спорить нечего. Тут включить свои указатели поворота налево. Вариант первый. Вариант номер 1. Принято. Разрешен ли вам разворот в этом месте? Варианты ответов. Разрешен. Второй вариант. Разрешен, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств. И третий вариант. Запрещен. Тут категорически запрещается. Следующий вопрос. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки? Варианты ответов. Только автомобиля B. Автомобили B и V. Всех автомобилей. Я думаю, за него, перед ним останавливаться не разрешается. И я думаю, что это вариант. То есть нарушили. Это вариант 2. Автомобили B и V. Нарушили автомобили B и V. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Варианты ответов. Только легковому автомобилю. Только грузовому автомобилю. Обоим транспортным средствам. Ну, тут, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно обоим транспортным средствам. Потому что они будут помехи справа. Помехи справа. Вариант номер 3. Обоим транспортным средствам. Принято. Вариант номер 3. Где необходимо остановиться, если сразу за пешеходным переходом образовался затор. Варианты ответов. На пешеходном переходе, если нет пешеходов. Непосредственно перед пешеходным переходом. И третий вариант. Не ближе 5 метров до пешеходного перехода. Ага. Ну, если тут образовался затор, то вариант номер два непосредственно перед пешеходным переходом. И последний вопрос. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого нарушает правила перевозки грузов? Варианты ответов только на А, только на Б, на обоих. Ну, тут видно, как бы только на А. Первый вариант. Вариант номер один. Один, да. Хорошо, принято. Итак, Юрислав ответил на все 10 вопросов. И насколько верно нам в этом поможет преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Юрислав, здравствуйте. Ответили на 10 вопросов. И первый вопрос был. Высто с двора или с другой прилегающей территории? И мы получили ответ «Не считается перекрестком». Действительно, в соответствии с правилами выезд из двора или с другой прилегающей территории «Перекрестком не считается». Это правильный ответ. Какие из указанных знаков требуют обязательной остановки? Вы ответили, что знак Б. Действительно, знак Б. Это знак приоритета, который нам говорит «Движение без остановки запрещено». Это правильный ответ. Следующий вопрос. В зоне действия этого знака разрешается использовать звуковой сигнал. Действительно, вы опять оказались правы. В зоне действия данного знака звуковой сигнал можно использовать только для предотвращения ДТП. Такой вертикальной разметкой обозначают боковые поверхности ограждений. И правильный ответ. Здесь только на участках дорог, не относящихся к опасным. Ответили правильно. Какие световых сигналы вы обязаны подать в данной ситуации? В данной ситуации вы перестраиваетесь и правильно сказали, что необходимо подать сигнал поворота. Разрешен ли вам разворот в этом месте? Разворот в этом месте действительно запрещен правилами. Правилами запрещено разворачиваться на автобусной остановке, в местах остановки маршрутных ТС. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки? У нас есть линия, обозначающая край проезжей части, и в данной ситуации для того, чтобы остановиться или встать на стоянку, мы полностью должны выехать за линию, обозначающую край проезжей части. То есть водители Б и В остановились неправильно. Вы правильно ответили на вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Совершенно верно, Юрслав, вы рассуждали. Обоим транспортным средствам вы должны уступить у нас перекресток равнозначных дорог, на котором мы пользуемся правилом помехи справа. Где необходимо остановиться, если сразу за пешеходным переходом образовался затор? Непосредственно перед пешеходным переходом надо остановиться, независимо от того, есть пешеходы или нет. Правильный ответ. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого нарушает правила перевозки грузов? И тоже был дан правильный ответ. Водитель автомобиля А нарушает. У него от внешнего края габаритного огня выступает груз более чем на 0,4. Да, более чем на 0,4. И он не установил знаки крупногабаритной АТС. А водитель автомобиля А нарушает. Вы справились со всеми 10 вопросами. Это очень хороший результат. Но, тем не менее, я всем рекомендую правила дорожного движения. Иногда нужно повторять. Рекомендую это вам и всем участникам дорожного движения. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова